Welcome, welcome, welcome. 0-1. Zero Uno. Или как там у нас? Как будет? По-бразильски 0. Не по-португальски, а по-бразильски. Наверное, в Бразилии бразильский будет у нас. Хотя, я не знаю. Есть еще бразильский язык? Не, походу, там португальский, а испанский в Мексике. Хотя, наверное, есть мексиканский язык тоже. Короче, пофиг. Я не очень. 364 у нас зрителя. Ёба число. Вот это я точно знаю. И у нас бан Кейтлин от команды G2. Они не хотят отдавать Кейтлин Бэнгу, но при этом оставляют все еще Ашу и Варуса. Интересная статистика была после игры. 33 тысячи. Более 45% урона из своей команды нанес Бэнг в предыдущем матче. Фейкер нанес, по-моему, там 20 с чем-то. Ну, и остальные игроки так вот на уровне находились. Но Бэнг как раз половину урона своей команды нанес. Вот такая вот интересная статистика. В то время как G2-шников Звен мог похвастаться только 10 тысячами урона. Ну, там 10 и 9, это 11 тысяч. Пэркс его передамажил, оно и понятно, но вот непонятно, почему Звен не мог найти свои кельцы, ну, свои автоатаки. Там португальский, но он немного отличается, как английский от английский. Не, ну это понятно. Ну, главное, это португальский считается. Все. Минус 3 саппорта сделала команда СКТ, и мне даже интересно, что это за план такой. Ах, вот, что это за план такой. Они забаним трех саппортов рейнджовых против Мити, и при этом забираем себе Тамкенча, и забираем Пенату, и верно. Обе команды решили поменяться чемпионами. Лисина забрал себе Трик, при этом они забанили Кейтлин, ну, потому что Кейтлин тяжело добираться за Лисина, не знаю, чего они хотели взять в качестве саппорта, но что бы они не хотели, этого они уже не получат. Для Мити остается парочка чемпионов. Тарик, Браум, скорее всего, Браума возьмут. Он любитель милишников, нами от Мити я вообще не видел. Трэш тоже годится, но не годится против Тамкенча, и, конечно же, против Пената с кустами. Такого чемпиона надо лучше пропускать, и у нас уже был взят Браум, действительно. Ужас. СКТ у нас пикают Ашу. Интересно. Ну, потому что вроде бы взят был комбан щитки, следовательно, можно было брать любого АДшника, который хорошо скейлятся. Из тех, которые хорошо скейлятся, Кагмаф уже забран, Кейтлин забанена. Оставался Твич, оставалась Тристана, Джинкс, но решили они, что нужен просто инициатор. Да и Бенг показал нам, что он шикарен на Аше в предыдущей игре. Да он на всем шикарен. Так что, какие у нас вопросы к нему. Пусть играет на том, на чем можно. И на чем получается. надо, сейчас, ребят, мы вчера этот вопрос обсуждали, по-моему, вы со мной согласитесь, да? Мы вчера этот вопрос обсуждали. Я не хочу к нему особо возвращаться, но просто скажу, что я лучше буду тратить 5 секунд своего времени и банить людей на 10 минут, чем читать вот это вот. Раз мои админы спят, я сам это сделаю тогда. Вот. Ибо уж извините, что я альтапнулся, потому что, ну, хватит это терпеть, как сказал бы Владимир Вольфович. Что было, что было, сказала Кристинка. Кристин, как там лимузин твой? Когда уже? Покатишься в белой фате. Ну, а пока у нас, ребят, мы отвлекались. Здесь последние баны были какие? Минус 2 топ-лейнера сделали команда СКТ. Интересно. Они, причем, забанили двух танков. Это, видимо, чтобы Галлио себе забрать и лишить команду G2 танков по сути вообще стопа. И, мол, если у вас не будет танков, вам нечем будет крыть Кагмаря, а к Галлио мы до сих пор не нашли контры. Шен был очень хороший чемпион против него. Это я даже отметил в одной игре. Шен хорошо зашел против Галлио, но ту игру все равно проиграли. Грагас это как инициатор хороший чемпион, но вряд ли может сравняться с Галлио в лейтгейме. И у нас команда достает такие из широких штанин мейна Экспекта. Ну, наконец-то, ребят, как давненько я ждал чего-нибудь новенького у нас на топе, а возможно, даже чего-нибудь, что гипотетически может быть контроль к Галлио. И это Ганпланк. Кто не знает, в начале этого сезона, да и концовочку прошлого сезона команда G2 через Экспекта очень часто играла через Ганпланка. Настолько часто, что Ганпланк просто в пермобан начал попадать против команды G2. Даже если под сетап он не подходил, все равно банили. Банили, потому что, ну, никто не хотел играть против Ганпланка от Экспекта. Это слишком смертоубийственно. Ну, а Фиора, вот это вот забаненное предварительно, возможно, как раз и была вот таким вот чемпионом, чтобы сыграть через своего Ганпланка на топе, либо, может быть, даже Кледа. Экспекта мы на Кледе не видели, но под комбинацию команды G2 он неплохо бы заходил. Ну что ж, G2-шники неровный очень, такой сетап взяли. У них есть мидгеймовый Браун, мидгеймовый Лисин, лейтгейм, ну, Синдра, она и туда, и туда подходит. Она всю стадию игры довольно сильный чемпион, и нет такого момента, что она вдруг «Ай, все, больше теперь ничего не делает». Она вначале является просто станером, потом начинает ваншотером быть, а потом начинает быть уже хорошим покером с ваншотом, все еще частью этой хвастается вполне, то, что может чемпиона соло убить, даже не заполкиваю его перед этим. Ну, а что касается Ганпланка, это просто монстр лейтгеймовский, но до Кассиопе ему, конечно, далеко, но он монстр тимфайтовский. Кассиопе монстр соло, монстр в тимфайтах, она, если оппоненты не взяли никакой инициации, не взяли вообще никакого социоэффекта, у нас команда фейкера закупили себе почти всех медгейм-чемпионов, вообще ничего нет у них для лейта. Есть арии типа для лейта, но это так, знаете, это чистый медгейм, я не могу, конечно, сказать, а почему не могу, я так задумался, а почему не могу, на шести предметах-то Браум вполне сможет держать весь фейкеровский урон, Лисин на шести предметах тоже не будет умирать уже от ари. Не хочу, но, наверное, скажу, 35 минут, вполне реальная, ребят. Вот, мне немножко смущает про 35 минут, фейкера здесь ловит, попадает в него кошка, и будет ли флешиться с автоатаками, дает экзост, и экзост на флэш был обменен, экзост ботлейна, потеря незначительная, вот фейкер потерял свой флэш, и вот теперь можно за Лисина сделать гангкейк, и убить. Мы видели, точно такой же ход был от фейкера на этом чемпионате в первой игре против G2, он тоже взял ари, он тоже взданил эти же кусты, и точно так же на него вышла команда G2, и тогда он не убежал. Почему фейкер всегда играет без кинцов, в чем соль? Ну, просто так выбирает, просто так выбирает. Что касается, я тут начинал говорить по поводу, не очень хочу про, тут нам показывают Хуни на Галлио, 26% урона нанес в этом чемпионате, среднее у него КДА нам не показали, нам показали общее КДА 9,7,22 9,7,22 это 31 на 7 Это выше 4 баллов, кстати говоря, получается. Это неплохо, 4,3 где-то. Фейкер говорит, да это даже не смешно, ребят, что за... Это было интересно, и минус у нас экзост еще у фейкера. Пенат тем временем пока просто, конечно же, фармится в своем лесу, забирает он, ну, сделал стаки, забирает синий баф через смайт, и пойдет сейчас, скорее всего, в свой красный лес на ту ману, которая у него есть, делает стаки, но оно у него, маната откатывается сейчас, реген идет, а, ну вот, все, да, стаки он может забрать, и големов он сможет сейчас наставить, все верно. Нет, не успеваю я все договорить, там, то статистику показывают, что вдруг неожиданный ганг на миде образовывается на втором левеле, ждет, пока смайт откатится пенат, бегает туда-обратно, с откатом смайт, он сразу же заберет себе големов, ну а у нас здесь минусовый размен для команды СКТ, у них было хорошее преимущество по урону на ботлейне, и вдруг, вот, дали прокастик по вульфу, он потерял много достаточно хп, поздновато нажал ешку, скажем прямо, экспект, по-моему, его сейчас будут гангать, но он третий левел, поэтому у него есть чем похвастаться, он хвастается, пытается убежать, отфлешивается, и получится, ребята, там впереди уже Лесин его прикроет, ставится в арт, ну и Трик устраивает здесь ловушку, его не видят, полетела кушка у нас по пенату, переключается после этого в хуника, и что-то как-то не очень Трик отыграл этот момент, не определились они с фокусом, кого будут, дабл, была еще и экспекта, Трик пытается сделать килл на пенате, дело этого, переключается теперь на хуни, есть кушка, наверняка, но очень мало хп у Трика, не хочет рисковать лететь, он знает, что после автоатаки он себя похиляет, но слишком будет это поздно, у нас здесь разменчик, и Кагмав показывает баланс с Браумом, очень много урона нанесли, но при этом перетянули немножко лямку на себя, а что там с Фейкером, гоняется за ним Синдра, вот что с Фейкером, Фейкер тут гуляет, волков тут под светом своих хвостов видит, под хвостом у него такие, волки там тусуют, первая смерть Пената, за сегодня да, вторая смерть, я вот хотел как раз про эту статью, много чего хотел рассказать, и если G2шники не выиграют, мы, наверное, все даже не успеем с вами говорить, хорошая попытка, минус флэш от Вульфа, сейчас я в перерыве посмотрел статистику, групповую стадию, мы обсуждали в последний день групповых игр, а вот в плей-офф стадии у нас получается лидер по киллам Перкс, 24 килла он сделал, и сегодня еще сделал уже 6, по-моему, да, причем с запасом, тут у нас пытаются Перкса побить, но он теряет на этом Клинс, он просто все еще не бэкался, Фейкер-то уже с бэка, ну, Клинс за это потерял, а у нас у Хуника проблема, за ним гоняются Экспект, и Хуни не знает, что делать, ставит Кушку, и ее, возможно, хватит, чтобы 10 хп не хватает, чтобы добить Экспекта, мне кажется, Кушку чуть-чуть кривенько кинул Хуни, ну, вообще, непонятно, как он попал в эту ситуацию, опять на бот-лайне, тот же самый момент, я не знаю, как Вульф попадается, всегда в этот же момент, он вечно заходит под вышку, в него с флэша прыгает Звен, дает ускорение, сам через хилл, автоатака, минус Вульф, это, ребят, будет, но за это можно будет сейчас сделать кильцы, Бэнк очень битый, и килл достанется Кагмарю, потому что он взорвется и нанесет тру дома, как будто так и задумывали, но выглядит, как будто так и задумывали, что надо умереть, обязательно Кагмарю, килл, чтобы не достался Аше, а достался бесполезному Иверну, и после этого из своей смерти токсичный Звен, не как игрок, а как чемпион, на Кагмаве он играет, на токсик чемпионе, взорвется и сделает 4-1 счет и 2 кила на боте, но я не понимаю, что делает Вульф, почему он раз за разом под вышку идет, и раз за разом на задних мопсов прыгает Митя и делает этот проказ плюс, то есть 3 раза подряд одно и то же мы с вами видели, а на миде у нас Фейкер умер, 6-й левел, успел взять Пэркс, до того, как Фейкер получил свой 6-й, экзост был, флэш был, но видимо это стан и проказ с 7 шаров и 9 хвостов Фейкера не спасают его против 7 шаров, Бэнк у нас тут привалил на мид, он шел на бот, увидел, как Фейкер умер и сразу же свалил с маршрута ботлейна, сместился на мид, где фарма было много, да, станчик кидается сверху мопцами, прок и видимо сейчас еще раз попадет Пэркс, слушай это сделал, да, флэш, кидает еще одну кушку и потом ульту и первая ульта как раз вот нанесла 5 шаров суммарно. Очень похоже все как было в первой игре, тут у нас Фейкер знает, что получится 6-й левел, но до 6-го левела дело не дошло, выскакивает Лисин и пошла гампанковская ульта, которая отзонила Фейкера, Фейкер кстати случайно в нее пытается не встать и получается, она показывает MSI на этом чемпионате, какая статистика у Пэркса, топовая статистика была у него по урону до этого матча и на втором месте статистика была по КСу на Миде, но после того, как он Фейкера две игры подряд гнобит на Миде, ну правда не без помощи Трика, статистика по фарму вышла на первое место тоже, Пэркс всем показывает, что он лучше мидлейнер этого чемпионата, и вот тут я вернусь к статистике, он лучший мидлейнер по киллам этого чемпионата в групповой стадии, он занял четвертое место, на первом месте был Пенат, на втором месте был Мэйпл, на третьем Фейкер, на четвертом Пэркс, но Мэйпл, для него чемпионат закончился, Пенат больше не делает кучу киллов на слабых командах, сказал я и вспомнил, что он сделал в предыдущей игре 8 киллов, ну ладно, он просто на флешфульфах не наделал много киллов, не наделал много шума, так сказать, и Фейкер вообще незаметен на этом чемпионате, не в групповой стадии толком, ну да, он там на третьем месте по киллам был, но это так, 9 даже меня подсказывает, 9 киллов он сделал, Фейкера пытается убить, но на него дает Галю ульту, ставит щиток, подходит рядом трик и выпихивает ногой Фейкера, чтобы честь не продолжалась, Хуни делает флешку, а я не совсем понимаю, что сейчас было от Хуни, если бы мне сказали, что это его первая игра на Галю, я бы сказал, да, это заметно, но это тильт, ребят, походу Хуни поплыл, он не ожидал, что есть какой-то чемпион, который может его унизить на топе, а ведь именно этим и занимается Экспект, Экспект, ребят, начал, на линию пришел с Метчиком и Хилками, купил себе Шин после Бека, потом купил себе Кул после Бека, и ничего Хуни сделать против этого не может, но это будет Банган Планка, ну, как минимум, этот чемпион их напугал, и они забанили, вы видели, двух топ-ленеров во второй стадии, в первой стадии трех саппортов, думали, что будет хорошая комбинация Том Кенч против Браума, точнее, Том Кенч против чего-то, но Джедвашники спокойно пикнули Браума как контр-пик к этому чемпиону, к Том Кенчу, и у них все там работает на боте, также работает топ-лейн контр-пик, и также работает мид-лейн, здесь не контр-пик, а скилл-бейс матчап считается, по сути, но Фейкер, начало, потерянный флэш, потом потерянный экзост, его зазонил Перкс, так как он мог этим заниматься, ибо пенат не обладает никаким лейнинг-прешером, джанглер очень слабый в этом смысле. Как итог, Фейкер 65 мапсов на 95, даже на сотню, на 10-й минуте отставание Фейкера 34 мапса, ребят. Как это не запомнился о флэш Фейкера в стену? Да, кстати, флэш Фейкера в стену нам всем тоже запомнился. Ну что ж, 2500, гораздо больше преимущества персональный худший результат, а, в истории MSI, это не то. Ну, MSI три сезона подряд играет команда СКТ, все три сезона подряд играет Фейкер на меде, и это худший его результат за три сезона на меде к 10-й минуте отставания 34 мапса, ребят. Ну, это такое. Знаете, когда лучший ваш игрок за историю проводит худшую свою встречу в карьере, и, по сути, в первой игре это уже было 0-4, старт за Кассиопею, и урона то он не нанес, ведь за Кирилл Бэнк другие игроки должны брать на себя. Керещи и штанишки то кому-то должны были одеться. Не может быть такого, что все без керещих штанишек сегодня вышли из команды СКТ, но вот в прошлой игре нам показал Бэнк, что керещи и штанишки он напялил. Но, правда, в этой игре ему придется Ашой контрить как моря. Ашой контрить Лисина. И самое, наверное, страшное, Ашой контрить Синдру. Если в прошлой игре, ладно, там, как бы, Джейс, это не так страшно для Декерри, там Аша спокойно справляется с этим Джейсом, ворвется кинуста, но вот что против этого делать, когда на тебя просто бежит Синдра? Ты дашь по ней дабл, и он даст по тебе стан, и ты пропал с карты. Ну, есть Том Кенч. Ладно, Том Кенч прикроет. Том Кенч не даст в обиду. Да? Да, говорит сейчас Аша, оборачиваясь, и смотря, как ее избивает Кагмаф издалека, а она даже не в ренже W своей находится, и спрашивает у Кагмаря, Том Кенч же поможет? А Вульш такой бух-бух-бух-бух-бух-бух-бух. Бегает и говорит, да-да-да, все так и есть. 5-1, ребят. Минус вышка не скоро произойдет, скорее произойдет на меде, чем здесь на боте, потому что только сейчас начал Кагмарь здесь борзеть, на этой линии у него уже есть части Ботарка, главные все части, скорость атаки, и дополнительный урон. Ворваться уже не получается, Аша сбекалась, купила себе тоже Ботарк, но пользоваться им пока не сможет. Пока с базы идешь, пользоваться нечем. Ну и решил, как Маф тоже сделает рекол. Правильная идея, потому что Аша сейчас с Бека попытается сделать инициацию, Галлио есть ульта, он куда-то сместился. Смещается он, кстати, на мед, чтобы Фейкера, может быть, заулынить. Фейкера станет, ПАКС дает ульту, и опять она уходит в Галлио ульту. Опять не хватает урона. Я не помню, там числа, сколько дэмэдж редакшена идет. По-моему, 20%, да? Ну, 20% вполне достаточно. Но не волнуйтесь. Это как я говорю, когда в соло-ку, у нас сейфпойнт на топе, у нас это у европейцев. Минус флэш от Пената на ровном месте. Митя вот просто прогулялся, он был на ботлейне, он не пошел реколиться, как это сделал на Звен, а сместился просто. Ульта Аши, на мед полетела, попадет ли? Пролетела мимо. Перкса будут сейчас зонить, и станчик не попасть. Чармом замедлением попадает в Ульф, а чармом не попадает в Фейкер. Флэшится, потому что у нас перкс. Сейфпойнт на топе, который собирает кул, и при этом по 8 золотых дополнительно теперь уже зарабатывает за каждого убитого мопца. Ребятушки, это колоссально. Сейчас будет такой прирост по деньгам у Экспекта. Хуни делает в рейф, ничего не получается, бочку взрывает, урон наносит, кстати говоря, наносит. Ушел Трик, кстати говоря, на ботлейн, занимает позицию для контрганга, он думал, что сейчас вот как раз воспользуется телепортом Хуника команда оппонентов, но никто не идет, и тогда Трик говорит, ладно, ладно, так и быть. Давайте признаем честно, ребят, в прошлую игру команда СКТ выиграла за счет классной ульты Аши на меде, и за счет драконов. В этой игре драконы пока не радуют корейцев, мало того, что они их взять не смогли, ни одного, так еще и не было ни одного инфернала, то есть, чтобы повоевать даже за них, или там какой-то чизмув сделать, в пятером сорваться, резко забрать. Следующий Дрэйк, вот как раз будет инфернальный, два Дрэйка уже у команды G2, но поглядя, ушечка мимо, Бенга не попадает. Звен был на этом чемпионате уже на Кагмаре, такое себе зрелище было, QSS не собрал, Аша попала в него спеллами, я это вспоминал в предыдущей игре, что вот именно такой же был момент, и они над командой World Elite имели большую доминацию, но Звен постоянно попадал в стан, и Митика ловит, но Мития, ребят, не волнуйтесь, был щит, поэтому Тенасити сработала с щита, тоже дается там меньше по времени держится стан, да и вплотную Аша давала здесь ульту свою всего лишь полторы секунды вроде бы вплотную, когда идет ульта, поэтому Мития никак не погибает, а Аша вот потеряла свою инициацию на 2 минуты, ну ладно, у Фейкера очень тяжелая линия, ну, не забывайте, что это тот чемпион, не попадает, Пэкс ультует, Фейкер уходит в другую сторону, но его цепляет, таки про там Гамбанк дал ульту по Фейкеру дальше, но не получилось, Пэкса, до нем даже нет шатдауна, ребят, понимаете, но с другой стороны, Аша не потратила свою ульту, я по поводу того, что не понадобилось даже Аша, понадобился только лишь Том Кенч, залетающий со спины вместе с ультой Пената, и он не забирает Фейкера, правда, тот даже пофармиться не смог, в итоге просто среколился, а вышка на топе ломается, у нас там уже фрифармится Экспект, и ничего хуни ему сделать не может, вот это все, что он может сделать, даже Экспект не тратит свою W, продолжает паукать, и хуни говорит, сейчас походу я пойду на рекол, вторую катку подряд стоит очень сложный матчап, да, все верно, у Фейкера тяжелый матчап, но этот матчап на самом деле не такой тяжелый, так, у нас сейчас будет таунт, Экспекта, печенька была, он ее потратил, после этого пытается убить хуни, как хуни отфлешивается, но умирает у нас Маргаритка, но этого все равно хватает, чтобы сделать скил, месть на топе произошла, Хекс Дрэнкер хоть и был у Экспекта, но это не помогло, он погиб, без Бэка, он был, сейчас посмотрим, что он купит на эти деньги, пока еще приходит в себя, не может понять, как это произошло, но не было у него ульты, неудачно была прожата все же печенька, и присутствие Джанглер зарешало, Джанглер улетает, улетает у нас хуни, убегает от него пинат, двух зайцев перкс поймать не смог, ну скажем так, не двух, а вообще даже одного не смог поймать, давайте смотреть, да, он увидел пината, нажал здесь печеньку, но тут же в него дал кушку, пината еще раз зарутил, да, в этом прикол был, и после этого подкидывания, ну и одной автоатаки не хватило, там трудамаг, по-моему, должен был быть, ну и флэша не было тоже потрачено, так что я сильно не пострелал, кстати, Синдра сместилась на топ, его сделал Акелец, ничего Экспект, в общем-то, не купил, 800 золотых, как будто у него только было, ну, может быть, пробухал все с портовыми, с портовыми пиратками, ребят, пират-то Экспект, бутылку Рома себе купил, парочку портовых морячек, и смог купить себе только ботинки со шнурками, но не страшно, вышку-то в Ферстблат все равно забрали, правда, это парксу досталось, соло, соло денежки ему ушли, даже получилась такая ротация в плюс команде G2, потому что до этого бы деньги ушли только Экспекту, и пират у нас гонпланковский, и так идет Эпик впереди, посмотрите, 7900 на 6500, 1500 преимущество топ-лейнер, и теперь еще добавляется 1500 преимущество мид-лейнер, а из-за этой вышки не было бы такого преимущества мид-лейнера, если бы, ну, было бы зато топ-лейнер две штуки против, ну, тысячи на миде, печеньки находят тоже, есть что забрать, два целых предмета у Звена, английские комментаторы обращают наше внимание, но в этот момент у нас Том Кенч такси притащила фейкера наверх, цепляется за Экспект, Экспект потратил ульту, чтобы остаться в живых, но этого всего недостаточно, его убивает, он прожимает свою W, но этого не хватает, на бот-лейне Лисин не смог убить Бенга, сделали тавер-дайв в ответочку здесь команда G2, килл они добиться этого не смогли, Звен приходит и прикрывает, но вышку на топ-лейне сломает за вышку на миде, команда СКТ опять организовывает камбэки, хорошие ульты от Том Кенча, два раза подряд уже, тут нам показывают статистику, что команда G2 в групповой стадии сыграла к 20-й минуте 4 игры победы по золоту, ну кстати, да, я сейчас так против World Elite и вчерашние матчи их вспоминаю, а ведь так и есть, 4 игры подряд они ведут в золоте к 20-й минуте, очень хорошо, опа, минус Бенг, вот он, тот самый момент, нет, там Хиггс Дринкер, и Пэк даже сам не поверил в это, говорит, да как же так-то, как я не посмотрел, а не посмотрел, ребят, и я не посмотрел, и он не посмотрел, и мама его не посмотрела, и не подсказала ему сегодня перед игрой, что когда будешь ультить в Бенга, обязательно добей, не отходи назад, сначала добейся, а потом пиши, что ГГВП Бенг, а там Хиггс Дринкер, ребят, и нет QSS все еще на Звене, ой, как бы это не оокнулось, ох, какая здесь хорошая замедлялочка прошла у нас от Звена, а Шу ультует, куда, куда она летит, она, я не понял, куда она летит, но вижу, что у Пэкса большие неприятности, Фейкер его убивает, он там замедляется, возможно он умрет от вышки, нет, Фейкер остается в живых под вышкой, Лисин погибает у нас здесь, от Тамкенча и Аши, тот самый полет вот сюда, он был проведен все же, и команда СКТ, опять выходит вперед, вторую игру подряд, выходит вперед по киллам, но пока по золоту не получает, Ставар Дайв, хотя дальше организует, но здесь Экспект, расставляет бочки, у него все еще есть ульта, если оборзеет слишком далеко, СКТшники, могут и залететь, пора Экспект, по-моему, расчехлять свои пушки, расчехляет, он начинает расстреливать, но недостаточно, урона да и точность, так себе, он только в одного Вульфа кидал, ставит бочку, взрывает, она не критует, потому что критов еще нету, и у нас, Вульф долго танковал, пытается Галю улететь на своей ульте, ну вот один игрок хотя бы погиб, Звену достался килл, не самый удачный тавардайв от команды СКТ, конечно же, но они все равно сделали два кельца, опа, у нас Инфернал там апнулся, только что, можно на него идти, и Лисин жив, Лисин прыгает, и видит здесь фейкера, и говорит, пацаны, я нашел Лису, пихаю ее к вам, забирайте, и пират говорит, о, эту шкурку-то я продам, на индийском рынке-то она хорошо уходит, и шкурка уходит к команде из Европы, станчик не попадает, ну там, мне кажется, даже если бы он попал, он Вижену потерял, так что ульту бы дать не смог, Инфернал уходит к команде G2, перемудрили немножко СКТшники, они сделали килл на миде, один на один сделали килл и на ботин, было просто ломать им вышку, может быть даже с реколицей забрать Инфернала, ну а Экспект закончил уже до конца свой Маламортиус, а вот и Инфернал, это плохо, для команды СКТ однозначно, для G2 все отлично, и Оушен Дрейк, еще следующий, будет на повестке дня, через 5 минут, Инфернал, ребят, усиливает Кагмаря, ваншот Синдры, и конечно же, вечные криты, и тонна урона от Ганпланка, не хочу забегать вперед, но мне кажется, СКТ уже не смогут выиграть эту игру, нужно, вообще что-то нереальное, чтобы проиграть эту игру команде G2, потому что, ну вы видите, как решает процентный урон Кагмаря, он пробил, вот смотрите, Кагмарь сейчас урон будет наносить, смотрите внимательно, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь автоатак, чтобы хуни с 70% до нуля упал, то есть, каждая автоатака по 10% хп от хуни отнимала, ну там средний такой показатель, и фейкер явно не вытягивает, не похож на самого себя, блеклая очень здесь леса, синий баф ей дает, кстати, здесь хунянский, хунянский не может вообще никуда пойти, он забыл, что такое сплитпуш, он сейчас гаунтлет собирает, чтобы хоть какой-то урон наносить по экспекту, а главное его замедлять и убегать после этого, 50 крипов на меде отставания, 20 крипов на бутлейне отставания, лесники и топперы одинаково, но не забывайте, что чтобы с гаунтланком идти вровень, вам надо примерно каждую минуту плюс одного мопца забирать, станчик, то есть сейчас должно быть преимущество на 25 мопцов у хуни, чтобы держаться хотя бы чуть-чуть вровень, минус флэш от Вульфа, флэш не тратили, джедвашники просто стан прописала Синдра и, ой, не Синдра, Митя на Брауме, хотели ловушку сделать джедвашники, пока им рано, если честно, я скажу прямо, им рано идти на Нашора, более того, им выгоднее, чтобы СКТ сейчас придумали себе дурацкого Нашора, потому что у вас Ганпланк, у вас Кагмав, и у вас Синдра, это вы хотите, чтобы оппоненты пошли не на Нашора, а вы можете, ну, просто ловушки поделать, да, но самого Нашора брать не стоит. Лесина у нас от Трика в этом матче 1-2-1, но цель, ребят, была не быть хорошим Лесином, а чтобы не было Лесина у Пената, вместо того, чтобы тратить баны на Пената, пошли другим путем команда G2, решили просто забрать Лесина себе. Ну, а баны сконцентрировать, как раз они Хуника побанили немножко, Фейкеру там каких-то чемпионов забанили, ну, и, конечно же, поломали еще других... Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па... Опасный момент здесь был, Паркс остался в живых, Клинс потратил, и рядом Экзос, кстати, потратил Фейкера, но нет, только нет, это я уже видел, Трик, прыгает и говорит, я сдохну за тебя, друг, 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 но не сдох, даже повезло. Ульта Аши опять на максимальном рейнже, 30,5 секунды стана для Звена, опять попадает, и хорошо, что рядом оказался Лесин, который тут же прыгнул, начал все спеллы Фейкера принимать на себя, и говорит, не трогайте его, лучше убейте меня, я тут 1-2 бегу, и газ собираю вторым айтемом. Ну, первый айтем у него Блэк Кливер, и сейчас он газ собирает. Ну, смотрите, сразу же сейчас полетит, примет на себя Чарм, бей меня Бэнк, бей меня Фейкер, так эти, ну, там не 30,5 секунды стана, чуть меньше, потому что довольно близко ульта Аши была, пока мы смотрели повтор, ребят, Вульф второй раз увернуться от этого стана не смог, но его не добили еще, вот все, добили, можно переключаться на Фейкера, но тут у нас ульта Галлио, которая дает подкидывание Бэнк, оттуда не возьмись, появляется, но Аша не сможет пробивать через Метю, сказал я, но она перед этим решила убить просто Метю, но зато Экспект, ребят, находит ее, убивает ее вместе с Фейкером, переключается на Хуни, попадает в таунт, и убегает, казалось бы, Хуни, ставится бочка, взрыв, и Хуни сверху, получает плевок от Кагмаря, минус 4 игрока СКТ, минус 3 игрока команды G2, по-моему, да, если я не ошибаюсь, не, Пэркс жив, и он вообще воевал, да не, не может быть, что он не пришел туда, слушайте, а реально, а где он был, а где он был, а непонятно, на нашора пошли, но довольно битые, будут G2, домашники, ну, правда, чего им бояться, телепорта нет у Хуни, он его тратил в этот файт, Пенат не может подойти, потому что его зонит Пэркс, но если только Вульф не застилит, нет, не успеет, не успеет, давайте смотреть еще раз, а где, а, Синдра была на бэке, прям, прям, прям перед этим ушла, и вот он, этот повтор, по сути, момента, очень похож, точно так же, трик тогда Вульфа хотел кинуть, но не получилось тогда, потому что потратил Вульф флэш, но зато теперь флэша не было, фейкера он вроде бы спас, но от этого не спасти, и после этого Экспект, немножко, конечно, удивился, что Бэнк всех убил, развернулся спасать своих друзей, спас и показал, что Кагмаф с Ганпланком, это злобная комба, на этом чемпионате Ганпланк игрался один раз, ребят, один раз, ой, извините, два раза, и оба раза играли команда, как раз, G2 его, по-моему, больше Кагмава не было, а не, вру, 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 ребят, еще был Кагмаф в два раза, от World Elite, в групповой стадии, и просто в матче, вчера, да, да, так что Кагмарей играли, но вот, я не помню, чтобы Бэнк Кагмаря сыграл, или было тоже, потому что, вот, например, ТСМ-овцы его пропустили, вьетнамцы, и он им не подходил по стилю, Flash Wolf'ы его не играли, вот и с КТ, по-моему, Бэнк не играл на нем, я по поводу того, что, сейчас, как бы, G2-шники показали еще один пик, то есть, мы можем играть через Кейтлин, мы можем играть через Кагмаря, Бэнк играл, подсказывает, мне была одна игра, все же, ну, видимо, в этой, опа, минус Бэнк, кстати говоря, стоило по нем, о нем поговорить, как его пихает Лисин, Лисин отдает свою жизнь с удовольствием за него, потому что у него есть га, он сейчас поднимется, ребят, и попытается убежать, и у него это получается, потому что впереди его ждали пиратские взрывы, пират там раскидал свои бочки, и под этим огнем, но он-то не умирает, дальше делают тавердайв, у нас команда G2, убивает еще и Том Кенча, и прогоняет команду СКТ глубоко на базу, Лисин уже сбэкался, возвращается сюда, и команда G2 рановато хочет закончить игру, и это, как бы, конечно, хорошо, но, да, получится, 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 я на секунду просто испугался, что может что-то, сейчас какой-нибудь камбэк, эти ребята появятся, там 5 секунд до Бэнга, 10 секунд до Вульфа было, но нет, ребят, сначала убивается Фейкер, потом убивается Пенат, и можно не беспокоиться, радуется Трик, конечно же, но нельзя вот этого парня забывать, который на голову меньше по росту, чем Звен, который вымахал как, я не знаю, продвинутый Шакелонил, только белого цвета, но Перкс, как мне кажется, это он заслужил, вот эту победу, своими двумя играми, в предыдущей игре, не смогли они, его же вот это вот преимущество, реализовать в игру победную, но вот сейчас смогли, счет становится 1-1 у нас, ребят, интрига, интрига сохраняется, потому что, казалось бы, с командой СКТ, у них все понятно, они хотят забавно играть только Галлио на топе, и тут, и тут, ребят, хоп, Ганпланк, а что делать, Галлио как бы чемпион, играющий через Магрес, Галлио чемпион, которого есть пассивка, на магический урон, Галлио чемпион, который играет от врывов, но здесь врываться в кого, в Ганпланк ульту, в его бочке, линию выиграть уже не получается, и дальше тоже ничего не получается, потому что Ганпланк, пока ты влетаешь, дает ульту сверху, накрывает своим трудомагом всю твою команду, Рамбл вроде бы выполняет ту же самую работу, но там все же магический урон, и достаточно собирать Магрес всей команде, и вы контрите и мидера, и топера, и вот команда СКТ в предыдущей игре заставили пикнуть Джейса, ну, чтобы не было вот этой комбинации и мидера, и топера магического урона, у нас здесь робо-войс, робо-войс на этом микрофоне, давайте поржем с комментариев, как я робот, долба, а, ну вы поняли, нет, это два робота у нас образовалось, ребят, ремейк роботы, роботы у нас оказывается, риоты, я так и знал, я вот чувствовал, что фильм жандармы против инопланетян когда-нибудь это произойдет в реальной жизни, я так и знал, что это, скорее всего, риоты, но не могут играть столько людей реально в Лигу Легенд, нас всего 400 человек, ребят, всего 400, а говорят, что играет более 4 миллионов, а нас всего 400, вранье это все, это все роботы их происки, ну ладно, идем на перерыв и слушаем дальше полезную аналитику английскую.